доброго времени суток всем любителям часов сегодня я бы хотел поговорить о достаточно интересных финских часах а именно суунта mb3 пик эти часы ну как и вообще фирма суунта интересны тем что это своеобразный компьютер вот это уже выходит можно сказать за рамки обычных кварцевых часов в этом обзоре я больше хочу именно личных впечатлениях поговорить нежели о каких-то технических характеристиках потому что эти часы очень 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 сильно заточены под огромное количество разных видов спорта и рассказать все в коротком обзоре практически невозможно потому что каждая функция и обзор каждой функции займет достаточно долгое время порядка 15-20 минут уйдет только на обзор там беговых возможностей часы затрагивают и туризм и велоспорт и плавание и так далее тогда я конечно немножко коснусь технических характеристик в принципе наверное с этого и начну часы эти выглядят массивными они в принципе есть массивные диаметр корпуса 50 толщина 17 миллиметров вот вес при таких размерах у них 92 грамма водостойкость и водонепроницаемость по стандарту 100 метров ремешок у этих часов силиконовый о нем можно сказать то что в принципе на данный момент из всех часов которые я когда-либо держал в руках это лучший силиконовый ремешок он очень мягкий очень эластичный в общем принципе наверное лучше вот к сожалению возможность замены этого ремешка на какой-то другой тип невозможно то есть на эти часы идут только силиконовый ремешок он бывает немножко другого типа вот с чуть большими вот этими отверстиями большими по ширине но чуть-чуть другой дизайн как бы ремешка и все но и может быть цветовая гамма хотя я именно для этой модели цветовой гаммы не видел другую вот дисплей это матричный 128 точек на 128 точек вот корпус как вы видите это как некая пластмасса но на самом деле это полиамид вот это достаточно крепкая пластмасса часто используется в автопроме и в разных других отраслях достаточно крепкая и легкая вот стекло у этих часов сапфировая кольцо вокруг безель вот этот это кольцо из нержавеющей стали именно это кольцо отличает пик вот обычных m3 вот они выглядят гораздо дороже выглядят серьезно солидно и так далее в этих часах нету как таковой батарейки здесь есть уже литиевый аккумулятор который заряжается через специальную зарядную станцию которая вот сюда вот подсоединяется вот часы в обычном режиме по заявлением производителя держат месяц до следующей подзарядки я заметил что даже при достаточно частых занятиях спортом то есть практически раз в два три дня пробежки либо вела прогулки с использованием gps и всего прочего часы держат больше месяца могут до полтора то есть чисто в режиме обычных часов они держат гораздо больше но надо сказать то что я их не ношу постоянно на руке это как бы я их использую практически только для спортивных спортивных именно спортивного отдыха спортивного времяпровождения немножко можно так приблизить поближе возможность можно вот менять нижнюю часть экрана можно менять у меня срабатывает подсветка нижнюю часть можно менять кстати есть русский язык вот нижнюю часть меняется под себя как удобно можно поставить день недели можно поставить секунды можно поставить другое время другой часовой пояс можно поставить показания барометра который будет постоянно меняться и если происходит изменение погоды и наблюдать также как вы видите все время видно заряд батарейки можно поставить в процентаже заряд батарейки ну в принципе разнообразие тут большое возможности по настройкам часов тут очень много всего то есть можно их делать перевернуть с ног на голову можно подстраивать яркость самих цифр ок можно подстраивать яркость подсветки можно подстраивать ну практически огромное количество разнообразного вариантов разнообразного так сказать отображения именно по яркости по насыщенности для того чтобы можно было сэкономить например в походе чтобы они меньше кушали энергии также у них есть интересная функция если часы снять с руки и оставить на достаточно такой ну часок какой-то я точно не замерял то они погаснут и таким образом будут экономить еще энергию то есть это очень полезно именно вот для использования так как я их использую когда я их снимаю с руки в обычное как бы время и пользуюсь ими только для спортивных прогулок спортивного времяпровождения на часах есть пять кнопок вот так же на них есть датчики которые вот выходы датчиков вот здесь вот можно увидеть датчик ну и зарядка ремешок как я уже упомянул очень интересную очень хорошо качественно сделан на мой взгляд это как я уже сказал один из самых самых качественных ремешков вообще в индустрии часы запускаются есть вот эта вот кнопка это можно сказать кнопка называется next она отвечает за следующее действие которое вы при установили на часах потому что можно практически все отключить и часы не будут включать например компас или что-то если он вам не нужен то есть вам не придется перещелкивать несколько ненужных функций например но если вы часто пользуетесь компасом да то вы можете его поставить часы и компас и все вы будете переключаться только между часами и компасом а барометр там высотомер это все не будет вам показываться при желании вы всегда сможете через на меню зайти в это но при быстрой вам это например не нужно будет вот у меня следующем стоит отображение как раз барометра вот температура и так далее если дальше нажать у меня стоит секундомер ну запускается тут все очень просто вот он пошел остановил и обнуление с удержанием следующее у меня это обратный отсчет это мне нужно для фридевинга то же самое в принципе точно также работает пошел обратный отсчет когда будет последние 10 секунд он будет пищать и точно также он обнуляется как секундомер время выставить можно там любое и еще я использую но это время восстановления то есть вот после последнего он не показал что мне уже восстанавливаться не надо хотя тут как бы можно спорить там насколько хорошо работает эта внутренняя система что она вообще-то дает вот активность он показывает нет активности по активность за последние там недельная и так далее эффективность пробежек эффективность бегом так далее вот дальше я мне не нужен компас постоянно поэтому я его отключил если нужно в компас или что-то идет кнопка старт-стоп вот здесь уже можно выбирать тренировки журналы дисплей вот как раз дисплей и будет отображать то что вам будет выходить на кнопку next вот это восстановление навигация и так далее так далее что очень удобно конечно часы на русском это просто прекрасно финны финны в конце концов сделали это вот ну можно посмотреть вот журнал вот время восстановления ну там например посмотреть какой-нибудь сейчас не ту кнопку я нажал вот например посмотреть пробежку за двадцать пятое число например давайте посмотрим это был спортзал 11 минут этап вот пульс сколько килокалорий время восстановления 4 часа в общем так не особо это было давайте посмотрим что он за 9 мне покажет вот 12 например 9 бег это был бег 26 минут 46 секунд дистанция 5 километров с половиной почти вот это сколько максимальная скорость сколько средняя скорость была бега это сколько максимальная бег за один километр быстрейший круг это была смена высоты я это пульс какой показывал пульс вот и сколько калорий скушалась вот дальше какое должно было быть восстановление по времени но хотя восстановление опять же это нужно с тренером и так далее все обсуждать в общем в принципе и эффективность бега по какой-то его там шкале это в принципе я не сильно мне это интересно вот дальше что можно показать ну например зайдем зайдем например в дисплей да вот выберем например компас вот компас он надо откалибровать он сейчас просит откалибровать потому что я давно им не пользовался ну давайте откалибруем хотя нужно делать такие вот движения скорее всего он сейчас вряд ли настроиться боюсь что он не настроиться потому что я нахожусь в доме может не настроиться долго слишком он думает в принципе ладно не будем этим тут мучить его пусть потом это как-нибудь сделаем вот ну часам мы еще вернемся позже у часов в этих есть а также сунта взяла достаточно интересное нововведение это у них начиная с этих часов с mb3 пик у них идет новый сунта смарт-сенсор и его скажем так силы его заключается в том что он во первых самый маленький из нагрудных датчиков вот он легко снимается с ремешка у него легко заменяется батарейка он очень тоненький и также его возможности таковы что с помощью сунта мувы скам это программа для андроида и для айфонов вот ее можно как и там так и там установить следить за своим но там и журналы все вот этот сенсор он не нуждается в часах то есть с помощью телефона но представим вы по какой-то причине например забыли часы то есть или вы их не одели одели другие часы но датчик у вас был в сумке и вы пошли плавать в бассейн смело надеваете этот датчик настраиваете его на телефон точнее можно даже сразу не настраивать он запомнит в себе необходимую информацию потом которую можно перекинуть то есть он связывается это кстати датчик который спокойно может использоваться в плавании что очень даже сильно и серьезно то есть это серьезно дополняет функционал этих часов потому что сами по себе даже эти часы как и многие часы для плавания которые специализированы делаются для плавания эти могут считать грибки количество пройденных бассейнов если плавание происходит в бассейне причем 25 метровом бассейне 50 метров конечно это устанавливается но они это все понимают я это проверял я плавал это достаточно интересно удобно то есть не нужно заморачиваться и думать о счете сколько там вам осталось там проплыть или сколько вы проплыли то есть все они показывают все считают ну единственное что во время браса вот они не считают то есть кроль они четко считают брас нет также вот этот датчик хорош своей удобностью то есть вот этот вот достаточно удобный новый ремешок интересный вот эти вот части смачиваются 2 надевается легко на грудь нашим гораздо он удобней предыдущих этих это как бы можно сказать особая гордость фирмы уже потому что аналогов можно сказать нету у конкурентов вот так что это как бы очень хорошо одевается он просто здесь идет такая резинка эластичная ну и с помощью вот такого крючочка это все зацепляется вот из личных впечатлений что я могу сказать об этих часах очень удобная вещь очень удобно как для повседневного ношения так и для чисто спортивных мероприятий к сожалению мне хоть и нравится этот ремешок мне не нравится то что нет возможности его поменять на другой то есть если он выйдет из строя вам придется что-то покупать даже не что-то вам придется покупать именно оригинальный ремешок этой фирмы ничего не поделать другое я просто даже но это придется какой-то колхоз тогда делать если вы сами захотите поставить какой-то другой ремешок придется колхозить также это часы являются так сказать умными часами они связаны с телефоном через тот же вот программа воском про которую я сказал вот и эта программа позволяет этим часам остановить звонок они не могут или скинуть его но вам покажется что вы звонили хотя на самом деле я не вижу особого смысла в этой функции потому что часы связаны с телефоном через bluetooth не через какой-то там спутник и поэтому если телефон достаточно от вас далеко смысл в этом как бы особого нет потому что сигнал прервется если он близко то вы и так услышите телефон и скорее всего будете брать телефон это как вариант если вы находитесь где-то в зале недалеко достаточно от своей сумки в которой лежит телефон и вы видите на часах что пришел звонок или какой-то смс причем смс можно даже прочитать но я честно говоря не вижу в этом такой особой надобности единственно конечно плюс такой система в том что если вы провели тренировку вы через bluetooth можете сразу в интернет скинуть ну через bluetooth и телефон сначала он уйдет на телефон а потом с телефона с помощью интернет он уйдет уже на ваш так сказать новый скаунт аккаунт где он уже будет запомнен и ну как дневник то есть это как бы достаточно удобно достаточно интересно потому что не нужно вести именно бумажный дневник то есть за вас все делает мувы скаунт достаточно удобно можно сравнивать свои результаты со своими предыдущими результатами можно сравнивать с какими-то своими конкурентами кто там же находится ну там бегунами например или велосипедистами и так далее также эти часы могут подключаться к другим устройствам например к устройствам для велосипеда которые будут каденс считать вот и это достаточно интересно чисто для тех же самых велосипедистов например что еще можно сказать конечно большущий плюс это сапфировое стекло ничего не царапается это очень очень сильный сильный плюс этих часов и дороговизна их конечно от этого часы дорогие часы умные часы серьезные вот на рынке в принципе конкурентов практически нет кроме наверное гармина со своим фениксом третьим хотя сейчас унта выпустили уже следующую версию вот умных часов и вполне возможно там также и гармин выпустили ну вот они опять сколеснуться в схватке на мой взгляд на данный момент это одна из лучших вообще модели на рынке для спортсменов туристов как раз я вам когда-то делал обзор на вот эти часики вот она эволюция в действии то есть вот как-то как-то это выглядит вот так от вот таких часов до вот таких часов по размеру как видите практически схожи вот по функционалу то уж и тоже кое-что схожим конечно эти часы в современном мире там за 15 лет они конечно ушли далеко вперед вот наверное как-то как-то так всем удачи если будут какие-то вопросы я могу отдельно сделать видео по отдельно каждой по отдельно каждой его способности но это только при желании так скажем те кто будет просматривать если это будет интересно потому что как я уже упомянул на это уйдет огромное количество времени вот ролики я выпускаю чисто для себя чисто для того чтобы самому было как интересно поделиться с другими людьми кому тоже интересны часы разные гаджеты всем удачи всего доброго числа